Всем привет, вы на канале Фордмаг и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новое видео с канала Звездный Капитан, посвященное, да, игре в Кальмара. Больше игры Кальмара, потому что хороший сериал. А именно, почему нельзя победить игры из сериала Игры в Кальмара. Да, черт подери, я ждал, что будет опять же подобный ролик от Капитана, учитывая, что у него было подобное по Пиле и другим подобным фильмам, и черт подери, реально интересно послушать его мнение по этому поводу, поэтому давайте поскорее приступим к реакции и, конечно же, перед началом ролика лайк, подписочка, колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах и, конечно, комментарии. Больше комментариев, например, про то, какая у вас любимая серия из Игры в Кальмара. Ну что же, поехали! Итак, сегодня у нас жирный гость. Ролик с советами по победе в игре из сериала Игра в Кальмара взят с англоязычного канала «Синему убей свою бабушку Самари». Это я слышал. Канал действительно большой и очень здесь там напряжные ролики. Наверное, потому что советы в нем явно в этот раз полезны и рабочие, подумали вы. Давайте же в этом разбираться. Возможно, они действительно ничего. Сразу отмечу, что, возможно, я буду самую милепусечку бомбить, но это не означает, что нужно «Синему Самари» писать разные гадости. Будьте цивилизованными. Это слишком. Чикой мы получаем, что от 44 минут остается всего 9. Да, именно столько времени отводится на советы именно по играм. Но стойте! Вы же понимаете, что речь о каналах с тематикой «Как победить». Следовательно, нам нужно порезать еще и советы, которые были показаны в самом сериале. Чикой мы получаем чуть меньше 4 минут. Да, не густо. И не расстраивайтесь по поводу советов «Синему Самари», которые давали с ней по играм и которые я разбирать не буду. Все они бредовые. Например, нам предлагают пристально наблюдать за мужиками в цветных комбинезонах и масках. Типа вот у этих кружочки, а вот у тех квадратики. Значит, наверное, может быть, возможно, у персонала есть иерархия. Шатайте мой дом, ты гений, «Синему Самари». Мы-то сами и не догадались. Действительно. Ладно, переносимся на 11-ю минуту англоязычного ролика к советам по первой игре. Красный свет, зеленый свет, тише едешь, дальше будешь. Море волнуется раз, как хотите, так и называйте, смысл от этого не меняется. Если коротко, то правила следующие. Вы на огромном поле. В конце стоит кукла. Когда она отворачивается, можно бежать или идти. А когда роботек поворачивает голову в вашу сторону, нужно моментально замереть. Или вас застрелят. Красный свет. И что же в итоге тут скажут? Простенькая игра. Прохожая игра была в страшной воле богов. А, кстати, да. В канале видел мои разборы по этому фильму. Правила у нашей кальмороидной игры очень непростые. Этот ролик я видел, действительно, жуткая кукла. А теперь давайте послушаем советы Cinema Summary. Для начала нам предлагают не паниковать, а брать пример с дедули, который, по словам автора, все делает правильно. Но, само собой, он все делает правильно, учитывая, что он не первый раз участвует в подобных играх. Далее нам предлагают измерить длину поля при помощи большого пальца. Нужно выставить палец вперед на куклу. Поморгать, перевести все в метр, основываясь на расстоянии между вашими глазами. Которое мы перейдем сначала в длину вашей руки, а потом узнаем и количество метров до куклы. По словам Cinema Summary, выйдет где-то от 90 до 120 метров. Это уже какой-то бред. Очень полезная информация. Я мог допустить ошибки при переводе этого совета, потому что я не особо старался переводить эту чушь. На разжевывание подсчетов Cinema Summary потратил 40 секунд. 40, мать его, секунд. А ведь все это время мы могли бы бежать к кукле, учитывая, что у нас было на всю игру только 5 минут. Но нет, нам предлагают стоять и считать. Красный свет. Вы не подумайте, определять расстояние до какой-то цели подручными средствами это полезное занятие. Да, но не в такой игре. Но не во время зрительной игры, бога ради. Мы же не в походе. В любом случае в сериале показано, что те, кто бежал, вовремя останавливался и не делал больших пауз, прошли. Погибли те, кто дергался во время поворота куклы. Или кто вначале стоял слишком далеко. Красный свет. Но советы на этом не заканчиваются. Нам говорят, что нужно бежать так, чтобы случайно не упасть. Необходимо смотреть себе коды. Не стелительно. Главное реально по факту не спотыкаться. Тупые со старческой деменцией не додумались до столь гениальной стратегии. Следующий совет бежать за жирными и широкими мужиками, чтобы кукла вас не увидела. Ой, персонажи это и так делали, а я вроде хотел вырезать показанные в сериале советы. Ну да ладно. Других советов по этой игре нет. Переходим к следующей. Слава богу, что-то это слишком. Мы попадаем на детскую игровую площадку на гормонах. Игрокам выдают формочки с сахарными вкусняшками и иголку. Этой иголкой нужно выдолбить продавленную фигурку из остальной печеньки. Да так, чтобы... Ну начни не печеньки, а карамельки большой. Если мы напортачим, то нас чпокнут. Сразу стоит уточнить, что правила у всех игр довольно строгие. Нужно делать именно то, что было сказано по заданию. Использовать предметы, которые вы тайком взяли до попадания на остров нельзя. Вас за это убьют, если поймали. Например, если сказали прыгать на стекло, то нужно прыгать на стекло. Попытка схватиться за перила по бокам приведет к вашему уничтожению. Сказали тянуть канат, нужно тянуть канат. Типа, правило само собой. Привязывать на споречном нельзя, или кирдык башка. Ну так вот, вкусняшки вы можете тыкать иголкой. Можно слюнявить саму иголку, или как выяснил главный герой, можно полизать печеньку. И сделать ее более податливой, что позволит извлечь нужную фигурку с меньшими усилиями. Что же советует Cinema Summary? Ну, он говорит, что игрокам следует правильно выбирать форму. Ведь чем она будет сложнее, тем труднее будет ее извлечь. Странно, я думал, у меня в названии канала написано Капитан, а не у него. Да. Далее нам начинают рассказывать, как готовят использованные в игре печеньки. И даже показывают график, указывающий на высокий процент появления трещин. А это нахрена? В аккуратной попытке выдолбить фигурку иголкой. Далее нам советуют обратить внимание на игроков до начала состязания. Типа, в команде точно есть чувак, который знает больше других. И он первым пойдет к двери с самой легкой фигурой. Ну, мы, смотревшие сериал, как бы знаем, что такой чувак есть. А герои фильма об этом знать не могут. Да и в игре Красный Свет, Зеленый Свет тоже был чувак, который первый побежал. И что в итоге? Правильно. Далее наступает очередь совсем странного совета, который только все сложнее. Реально, какие-то советы, честно, немножечко... Нам говорят, что Кихун начал облизывать печеньку, сделав ее более легкой и мягкой для отсоединения. Но он тупой. Ведь можно было использовать лежащую под печенькой губку для сбора пота со своего тела. Которым уже можно было бы обработать печеньку. То есть, вместо простых семей, которые доступны здесь и сейчас. Нам предлагают сцеживать свой пот, а потом капать им на сахарное изделие. Нахрена? А главное, нахрена? Ведь нам уже показали более простой способ решения проблемы. Советы, как победить же, должны указывать на ошибки героев. И давать более легкие варианты победы, а не усложнять то, что и так работает. Далее у нас идет перетягивание каната. Две команды встают на разные платформы. Их пристегивают к канату, и они должны его перетягивать. Проигравшие погибают, все. И что же тут скажут? Правила предельно простые, нарушать их нельзя. Какие же советы нам дает Cinema Summary? Ну, нам рассказывают историю такого состязания, как перетягивание каната. Спасибо. Договорившись, нам предлагают углубиться в тактику профессиональных команд по перетягиванию каната. Ну, круто, конечно, когда у тебя под рукой есть интернет. Тут отчасти. И ты можешь погуглить такую информацию. Но давайте на секунду рассмотрим команды, которые были в сериале. В команде Кихуна продвинутые правила по перетягиванию поверхностно знал только дедулька, и никто больше. Остальные команды также тянули, как могли, используя примитивные тактики. Поэтому все советы, как победить из профессиональных игр, о которых мы, не увлекаясь этим видом спорта, знать не можем, я вычеркиваю. Отмечили, что большая часть сложных приемов прокатывает, если вы, как и положено при перетягивании каната, делаете это на земле. А герои сериала стоят на довольно скользкой поверхности, в гребаных плоских кедах. Далее идет просто опупический совет. Ну давайте. Нам предлагают привязать часть своего каната к перилам по бокам. Они привязаны! Канат к перилам. А давайте еще вот у этого мужика отберем автоматы и постреляем по команде соперников. Плюс да, вот. Охрана. Совет тоже гениальный. Ну и все. Далее новая игра. Реально, человек, неужели не задумывался человек с этого канала о том, что это не получится сделать? Люди в паре должны играть друг с другом в любую детскую игру. И один должен выиграть у другого все шарики. Синема Саммери хвалит хитрость Санву, который обманул добряка Али, после чего беднягу убили. Он предлагает нам тоже обманывать, заставив своего напарника сыграть в игру, в которой только вы знаете, как победить. Нам предлагают свалить все шарики в одну кучу. И по очереди забирать либо по одному, либо по два шарика. Саммери говорит, что нужно обязательно ходить первым. И убрать сначала два шарика. А потом убирать противоположное количество от того, сколько убирает ваш соперник. Например, он убирает два, а вы один. И наоборот. Тот, кто забирает последний шарик, выигрывает все. План плох во всем. Игрок может отказаться от вашей игры и предложить другую. Или может разгадать ваш план, сходить первым и оставить вас в дураках. И все. Ну опять же, охрана. Ну это и так было в сериале, а потому за совет не считается. Далее игра стеклянной классики. Есть две дорожки со стеклянными квадратами, идущими параллельно. Вам нужно по ним прыгать. Одно стекло обычное, ваш вес выдержать не сможет. Другое закаленное, с вашей тушкой справится. Хвататься за металлические палки нельзя. Это приведет к вашему моментальному выпилу охраной. Можно только прыгать на квадраты, о чем было сказано в начале игры. И прыгать только на него. Без знаний про изготовление стекла данное испытание превращается в банальную игру на удачу. В целом же классики призваны просто сократить количество участников до минимального, для более драматичного финала. Итак, какие же советы, как победить мы тут получаем? Пропустив несколько минут рассуждения о шансах каждого участника, нам предлагают схватить оставленные ботинки, обвернуть в одежду и начать бить по квадратам, выясняя, где обычное стекло. И еще нам предлагают идти по металлическим ребрам моста. Как я уже говорил, правила в этой игре простые. Вам нужно прыгать на квадраты и ничего больше. Другие действия неприемлемы. Сами подумайте, разрешили бы организаторы бить стекла издалека или идти по ребрам моста. Какой бы тогда в этой игре был смысл? Это даже звучит глупо. Cinema Summer это и сам понимает. А потому предлагает подначивать других игроков на подобные действия, чтобы проверить, как поведет себя охрана. Последняя игра это игра в кальмара. Один игрок защитник, другой нападающий. Первый, чтобы выиграть, не должен противнику давать шансы пройти. А второму наоборот нужно пройти. И в конце попасть в голову кальмара и топнуть ногой, что сделает его победителем. Никаких дельных советов мы тут не получаем. Нам просто пересказывают правила и дают... А здесь по факту я даже никаких советов больше нельзя дать. Лучше орудовать ножом. Но финальная игра это всего лишь ширма. Тут главное не правило, а желание у смотрящих богатеев получить зрелище. Из двоих финалистов один должен просто убить другого. И не важно, кто именно это сделает. Давать советы мужикам, которые вооружены ножами, занятие довольно глупое. Все будет зависеть от многих параметров. Силы, ловкости, умения владеть холодным оружием. И в конце концов... Выживает сильнейший. А не от вшивых советов человека, который ножом пользовался, скорее всего, только для резки хлеба. Это все на сегодня. Так как изначально автор оригинала... Че орешь? Че-то приснилось? Чего такое? Все нормально? Все, спи. Чикаем и получаем, что от 44 минут остается всего 9. Бусян. Да ладно тебе, пусть потявкает. Потом запишешь. А когда роботек поворачивает голову в вашу сторону, нужно моментально... Улететь к черту. Ну, что ж, ребята, тут я могу сказать, что, в принципе, кое-какие советы вроде бы и неплохие. А, честно говоря, половина из них это прям какой-то чисто откровенный бред, потому что много факторов. Охрана, основные правила и, само собой, и, опять же, зачем стратить столько времени на изучение какого-то предмета, если можно, в принципе, ориентироваться на другие факторы. Но, само собой, здесь еще играет большую роль удача. Ну, и, само собой, какой вы сами по себе человек. Ведь та же вот финалочка, о которой нам говорил Звездный Капитан, чисто зависит от того, насколько вы сильный человек и хорошо обращаетесь с холодным оружием. Все. Поэтому, честно говоря, некоторые из этих советов меня реально прям разочаровали. Ну, и, в принципе, я так понимаю, самого Звездного Капитана тоже. Но, в любом случае, за то, что он сократил оригинальное видео и рассказал нам его на нашем родном русском, огромный респект и кальмаре лайк. Реально, это было действительно приятно послушать. В любом случае, жду новых его роликов с нетерпением. А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на данный шталер в описании. Поддержи канал Монеткой. И подпишись на канал Звездный Капитан. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...